чат отец мы возвращаемся в эфир и вы ребята возвращайтесь тоже кто отошел от компа услышьте мой голос узрите нас кто да супер нас и слышно и видно кто не узнал или кто вообще-то все ждали этот последний стрим стрим с денисом милинцом да да вижу что ребята ждали и пишут и в личку писали и много кто хотел кто был на твоем стриме который мы проводили пару лет назад писали просили повторить и вот наконец-то сегодня ты с нами и сегодня я тебя тоже поздравляю с днем 3d шника у тебя очень классные работы спасибо что ты пришел знаем про твой путь и ты много лет работал в плариуме жил в харькове но сейчас переехал в лондон и сейчас ведешь прямую трансляцию в таком очень ламповом стиле и как раз таки его атмосфере британской атмосфере очень хотела бы это отметить первую очередь да да спасибо что ты отметила я надеюсь всем зрителям будет приятно наблюдать британскую атмосферу стриме и вообще немножко отдохнуть на этом стриме потому что все таки уже четверг пятница скоро поздно у меня чуть 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 раньше на пару часов но да спасибо что пригласила был очень рад точнее очень рад сейчас быть здесь на стриме давно не был ни на каких стримах наверное последний был собственно это знакомство на площадке мая 3d это было около двух или трех лет назад это больше это больше это это наверное было четыре года назад да очень быстро и течет время с того времени очень много всего произошло я надеюсь я сегодня буду иметь возможность и об этом рассказать тоже хотя тема стрима совсем не об этом а мы не вернемся я я не зря сразу акцентировал внимание на то что ты ведешь прямой эфир из лондона потому что очень многие ребята часто интересуются которые хотят выбрать себе компанию на аутсорс которым падает предложение или которые в будущем это планирует будет полезно узнать хотя бы немного про твой опыт если можешь пожалуйста поделись как ты переехал поступило ли тебе предложение и вообще что это за предложение ну если мы хотим начать с этого наш стрим то да я работаю в сплэш-дэмэдж уже больше трех лет до этого я проработал 7 лет в плариум плариум была моя первая компания который работал так серьезно то даже не серьезно вообще наверное работал на полный день я очень благодарен плариум потому что это была настоящая школа для меня и за те семь лет мне повезло работать над многими проектами которые это было то время когда я сама индустрия тоже очень сильно менялась то есть это было начало социальной игры потом мы приходили на unity 3d было ты как художник я мог сфокусироваться на каких-то отдельных этапах создания контента то есть если вначале я делал и анимации и баннер и персонажей и environment и даже ну работал во флэше такое приходилось делать то с временем как индустрия взрослела плариум рос количество людей увеличил а есть кто на стриме сейчас из плариума ребят поставьте буквы п большие посмотрим кстати да то получалось сфокусироваться на чем-то одном и со временем я понимал что больше и больше я хочу фокусироваться на персонажах и наверное это то что мне больше всего нравится делать то что я готов делать в нерабочие часы и собственно сегодняшняя моя лекция это как раз о той работе которые делал в нерабочее время то есть это тот персонаж который был со мной на протяжении последних пару лет даже страшно сказать тоже в компании в спорте дэмэдж происходило очень много проекта открывали закрывались так дальше но значит над этим персонажем я продолжал работать и продолжал изучать что-то новое и надеюсь сегодня на стриме я как раз буду иметь возможность о многом поговорить может для себя даже что-то поднять потому что когда ты делаешь на протяжении двух лет немножко забываешь немножко когда ты уже что-то переварил ты уже тебе кажется что это уже не так важно как в начале пути а если бы начали путете кто-то это сказал то это сэкономило месяц своего времени поэтому я хочу быть таким человеком может быть для кого-то который кого-то может вдохновить а может кому-то просто сэкономить много времени кому-то подскажет кому-то будет просто приятно послушать кто-то узнает что-то о работе за границей о плариуме в общем надеюсь для каждого будет свое свое что-то что ему понравится и с нами денис давыдов прислал нам буквы да привет дэн денис ему огромный привет и хочу быстро отметить дениса как того человека который был со мной постоянно на этом пути и часто когда ты так долго работаешь над чем-то твой тоже немножко компас сбивается и может быть тебя завести чуть-чуть не в неправильную на место то есть немножко ты можешь потерять ориентир и вот денис был для меня таким человеком который мы дружим очень сильно постоянно телеграме и какие-то моменты по он анрилу я всегда консультировался у него то есть на план его мнение и не теряю я общий курс потому что за два года работы над персонажем можно кое-что потерять да я думаю что можно собственно показать да я бы хотела показать работу над которой ты трудился так долго и кто не видел друг и на растение твоем портфолио сейчас покажу видео это ну и ну и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, 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 спасибо, ребят, спасибо за слова и спасибо, в общем, спасибо, Маргарита, тебе за ссылку, потому что по этой ссылке вы можете перейти и в 4К посмотреть это видео еще раз, если вам понравилось. Да, 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 да. Как настроить шейдер, как вообще придумать вот эту анимацию, как ты хочешь подать и в конце концов, как ты хочешь презентовать эту работу, потому что, ну, мы все знаем, что не всегда самые лучшие работы попадают в ArtStation в топы. То есть, может быть, человек умеет грамотно подать, потому что бывает, ты смотришь, там, работа на 3000 лайков, ты открываешь, и ты понимаешь, что она технически очень слабая. Но человек знает, как заставить его кликнуть на его работу, и в дальнейшем, когда он открывает, он видит этот бал, и до того, как ты открыл работу, ты знаешь, что ты поставишь ему лайк. Ну, это часто такой психологический трюк, что ты ловишь глазами среди вот этого потока картинок уже заранее те, которым ты поставишь лайк. И это будет одна из 20 работ. Как презентовать, в принципе, работу на ArtStation, там есть кнопочка «Залить работу», в общем, покажу. Да, сейчас эта работа, я еще буду много материала показывать по ней конкретно, разные, может быть, шоты, может, те шоты, которые не вошли в финальный пост. Кстати, Маргарита, ты можешь скинуть, пожалуйста, на ArtStation, на эту работу ссылку, если ты можешь. Конечно. И там будут тоже все шоты в 4К или даже больше, там, 8К, наверное, все детально, каждый кусочек брони, каждый ракурс можно рассмотреть, волосы и так далее. То есть, я думаю, это всем будет полезно во время нашего диалога и будет куда более предметно, чем просто разговаривать о неких абстракциях. Да, так. Что я делаю дальше? Расшариваю экран? Да, давай перейдем к твоему докладу. Скриншайр. Как видно? Отлично. Самая крутая вещь в Unreal это то, что вот вы сейчас смотрите на ту же картинку, которая была у меня на ArtStation, висит, и я ее могу покрутить. Это просто, это топчик. То есть, ты, то есть, насколько техника прошла долгий путь. Возможности Unreal, да. Да, да, когда, я помню еще те времена, когда мы в Plarium рендерили все в 3D Max и в V-Ray, когда, ну, ты должен ждать, да, либо ты умеешь правильно настраивать, что ты рендеришь все с очень низкими настройками, с настройками, или ты рендеришь какие-то окошки, потом ты пытаешься уловить для себя, ты правильно ли настроил или нет, то в Unreal, конечно, огромный плюс в Unreal это то, что ты видишь результат сразу. Это практически тот же результат, который ты будешь в конце концов постить. Да, это как Marmoset, Marmoset является огромным тоже... Это невероятно классный реал-тайм рендер для художников, особенно если ты не хочешь заморачиваться с Unreal, потому что Unreal все-таки, он тебя заставляет немножко разобраться в том, как сделать окружение, как сделать HDRI, потому что нет ни одного клика. Ну, это делается все не в один клик, как в Marmoset, но, соответственно, в Unreal есть некие фичи, которые дают художнику больше контролем чем-то, чем в Marmoset. Поэтому, если художник двигается в эту сторону, в сторону того, чтобы разобраться все-таки, как оно работает, то в конце концов тебе будет инструментарий наверняка сильнее, чем в Marmoset. Хотя я ему отдаю должное. Для нас, для художников, которые тоже выросли на V-Ray, Marmoset казался чем-то невероятным. То есть не может быть. Я могу двигать картинку, могу двигать свет, могу HDRI в реальном времени двигать. Это было что-то, да. Поэтому я всецело стал адептом реал-тайм персонажей. Я давно не делал ничего под рендер. Я уже, честно говоря, забыл, как это делать. Я... Есть, конечно, свои плюсы в реал-тайме, да. Ввиду того, что там... Computing, Calculations, они занимают гораздо больше времени, но тем самым они делают куда более реалистичное отражение и мягкие тени. Но на сегодняшний день я вижу, что Unreal для меня является тем инструментом, который позволяет мне делать финального качества работы так, чтобы я мог его видеть даже заранее. То есть я могу представить, как оно будет выглядеть в итоге. Да, наверное, все, кто хоть раз сделали в Unreal рендеры и попробовали, и просто не откатываются уже назад. Мы программу курса тоже добавили именно на финал, потому что это очень удобно и презентательно. Сразу хочу сказать, что я бы сам хотел бы пройти курсы по Unreal, потому что я набил очень много шишек на этой работе, и, может быть, меня бы кто-то более грамотный заранее предостерег от чего-нибудь или рассказал какие-нибудь секреты, но мне приходилось как-то поцельнее идти, такое чувство, что до всего приходилось как-то либо додумываться самому, либо искать какие-то туториалы. И на этом стриме я хотел бы поделиться этой информацией для кого? Для других людей, может, для кого-то это станет как раз теми, той информацией, которую они ищут. А может быть, они не задумывались, что они ее ищут. Итак, я, наверное, начну с того, что просто вкратце расскажу, что это за персонаж, потому что... Ай, да, да, рамка стриминга. Этот персонаж с очень непростой судьбой, я вам честно скажу. Этот персонаж был создан для игры Dirty Bomb. Я не знаю, может, кто-то слышал из вас, может, даже кто-то играл. Это игра, созданная компанией Splash Damage, та компания, где я работаю. И когда я приходил в эту компанию, это был их единственный проект, который был в стадии live, так сказать. То есть игра уже была запущена, но требовалась некая поддержка. То есть нужны были апдейты еженедельные или месячные. То есть мы там делали роудмап о том, сколько мы персонажей будем выпускать по мере развития проекта. У нас были расписаны большие планы на будущее. Были плюсы такие, как игра была по-настоящему классная. То есть я даже ее, честно говоря, не знал до того, как заоплавился, наверное, в эту студию. Я слышал что-то, но никогда не играл, не рассматривал, не смотрел персонажей. Но когда я видел сам геймплей, и когда уже попал на работу, у нас был постоянный... То есть каждый разработчик должен был... Ну, это не в порядке строгого принуждения, а по возможности можно было играть в эту игру, да, со всеми другими, чтобы ты понимал, как эта игра устроена, чтобы ты знал какие-то фишки, которые знают только игроки. И вот этот персонаж, это был третий персонаж, которого я сделал для этой игры. То есть после того, как я ушел из Плариума и приехал в Splash Damage, я успел сделать двух персонажей. Первый был Guardian. В общем, это ничего не вам не скажет. Второй был Hunter, он у меня есть в портфолио. И третий был Amber. Огромный плюс этого проекта то, что он достаточно стильный. У него есть особый свой шарм и стиль. проекта. А большой минус этого проекта был то, что этот проект был на Unreal 3.5. Это был огромный минус, наверное, для художника. Почему? Ну, потому что все-таки эта технология устаревшая. То есть эта игра не могла быть на вырост, так сказать. То есть эта игра была готова, может, утолить потребности игроков вот здесь и сейчас своим прикольным геймплеем. Но я очень много видел ограничений в движке. Я видел, что все работы на ArtStation сейчас уже выглядят более продвинуты, чем наши персонажи. Хотя, конечно, при должном умении в дизайн можно сделать очень здоровских персонажей. Я понимаю. Но все-таки иногда технологии решают. И спустя, наверное, полгода работы над Dirty Bomb проект решили закрыть. Это было связано, конечно, с финансовыми какими-то моментами. То есть онлайн игры, он снижался. Это было видно по показателям. У нас очень такая прозрачная. То есть у нас висят мониторы о том, сколько людей в онлайн зашло, сколько сейчас играет. То есть можно было в эфире популярность игры. Я следил за блогами. У нас были несколько людей, которые полностью себя отдавали видению комьюнити. То есть я видел все пачноты, я читал. И я видел, как непрерывно все-таки аудитория угасала. И в какой-то момент команду из, я не знаю, честно говоря, скольки людей, то есть это может быть 30 до 60, наверное, уже невозможно было содержать на ту прибыль, которую игра давала. И было решение закрыть проект и переключить все мощности на новый, более амбициозный проект, о котором я не буду особо ничего рассказывать. Но для меня, то есть на этом этапе, этот персонаж, он был полностью закончен для Dirty Bomb игры. Ее, по-моему, уже даже можно было поиграть на каких-то бета-тестах. И меня это немножко расстроило, потому что, ну, как бы, два-два-три месяца работы, да, ходят не туда, куда я бы хотел. И я решил... А, и так как новый проект, он был уже на Unreal 4, так как, естественно, в этом есть логика, я решил, что я на Ember потренируюсь и буду готов к новому проекту. То есть я возьму этого персонажа из нашей игры, полностью пересмотрю ее с точки зрения визуальной проработанности. То есть я просто поставил себе цель о том, что я хочу быть максимально подготовлен к новому проекту. Я могу, что я буду выдавать максимальное качество на Unreal 4, и мне не придется никакого времени тратить на освоение технологии в процессе разработки. Поэтому я заранее спросил это у всех продюсеров, могу ли я использовать этого персонажа в своих целях, в плане того, чтобы его воссоздать в Unreal 4. И мне дали добро. А тем самым ты не повлиял на процесс того, что еще кто-то сделал так же, или они пересмотрели, например, концепцию и решили делать в остальном тоже на 4? Ты имеешь в виду персонажников на этом проекте? Да, да. А у нас просто не было никого. Точнее, у нас было 3 человека, но я делал нового персонажа и двое других ребят, они делали скины для существующего, существующих персонажей. И они выложили, они получили свою долю похвалы. Просто мне казалось, что это недостаточно. Я захотел еще немножко приложить усилий, которые растянулись на 2 года, и доказать самому себе, что я могу вытянуть персонажа. И мне было очень приятно в конце, когда я Эмбер выкладывал, то я был очень приятно удивлен, то сколько людей мне в компании потом в личке писали. Даже те люди, которые уже ушли, например, концептер этого персонажа, частично, он работает сейчас с синер-концепт-артистом Близзарде, Энди Портер, и он мне писал о том, что, Денис, какой ты молодец, что ты нашу ту работу смог довести. И таким образом я сделал счастливее не только себя, я сделал счастливее еще многих-многих людей, которые тоже в тот момент немножко расстроились от того, что, да, нам приходится закрывать этот проект. А ведь тема твоего доклада, как дотянуть проект и не перегореть, и вот именно самую суть сейчас. Да, это самая суть. Это самая суть, как протянуть это все и не сказать себе, да, боже мой, то есть у меня сейчас новый проект начинается, зачем мне этот старый, зачем мне этот старый персонаж. Поэтому, да, мне кажется, что это послужило для меня, ну, в общем, это такая знаковая работа, она сентиментальная достаточно, ну, и в то же время технически, я думаю, будет многим интересно посмотреть, как я ее делал, может, какие-то этапы кому-то интересны. Так что пишите свои вопросы, пожалуйста, в чат. Я очень хочу, чтобы этот стрим был не с налетом официальности, я очень хочу немножко такой расслабленный стрим вечернего четверга в этой уютной атмосфере, поэтому, ребят, пишите вопросы по мере того, как я буду рассказывать, сейчас прочту те, которые уже есть, и я буду останавливаться и отвечать, то есть не бойтесь меня прерывать, потому что у меня есть некий план, но я, наверное, не смогу его придерживаться очень четко, поэтому, да, ребят, всех мотивирую на вопросы. Да, был только один вопрос, расскажите, как в Англии, какой пейплайн, какие требования к кандидатам, что вообще там происходит, кроме карантина? Знаете, что кроме карантина происходит, я вообще не знаю, я сижу в комнате, закрылся, в общем, говорят, там реально карантин, нельзя выходить, но на самом деле, конечно, это все печально по поводу последнего года, и моя жизнь кардинально тоже поменялась, потому что я привык быть на работе, я привык говорить с людьми, которых я, может быть, не до конца понимаю иногда, потому что это реально так и есть, то есть становитесь профессионалами своими, свои работы, тогда вам не придется много говорить на чужом языке, пусть ваша работа за вас разговаривает, поэтому, да, ребят, либо учите английский, либо учите Unreal. Вот так. Так, еще есть вопросы? Нет, нет вопросов. Про Англию в целом, в целом, я, наверное, привык за три года, очень много чего у меня поменялось в голове, очень много чего я развеял касательно мифов о работе за границей, может быть, или работе конкретно Англии, или просто в Англии как о стране. Тоже очень интересно, наверное, поговорить об этом будет мне, мне будет интересно с вами поделиться этой всей информации, потому что эта информация у меня тоже в достатке, так сказать, знаете, когда два года не можешь толком ни с кем по-русски поговорить, иногда хочется выговориться, да, поэтому я думаю стрим этот будет для меня тоже полезен. полезен. А какой минимальный уровень английского подойдет для работы в Англии? Какой минимальный уровень? Есть официальный уровень, который должен быть у тебя для того, чтобы получить визу, это 4 балла по IELTS, и я вам скажу, что 99% людей его точно наберет, то есть не переживайте за то, что вам не дадут документы из-за английского. Я таких историй не слышал, уровень английского наш, в школе, в принципе, наверное, это и есть 4 балла, если вы чуть-чуть больше учили, чем вас в школе научили, наверное, вы уже знаете хотя бы баллов на 5. 4 балла по-моему из 9 или из 10, я уже не помню, то есть вот примерно такая шкала, то есть где-то 7 это тот английский, который вам нужен для того, чтобы поступить в университет, по-моему, вот так. Да, здесь появились вопросы по поводу того, как ты делал эту работу, но я думаю, что ты это и так расскажешь, как текстурил, делал лицо, использовал XYZ или руками делал разные поры или кисть, тяги, из-за складочки на одежде, вот это все очень интересно. Да, да, то есть в этой работе использовалось очень большое количество техник, которые я пытался сам для себя прояснить, то есть здесь изначально был просто скульпт из ZBrush, то есть я использовал какие-то кисти XYZ, но то есть не полные лица, да, а у них есть некие сеты брашей, то есть в которых есть поры для разных частей лица, и в дальнейшем, то есть это, наверное, вот тот скульпт, который у меня был для игры, я, собственно, очень хочу начать с картинок, которые были созданы для самого Dirty Bomb, в общем, вот эта картинка, на ней показан концепт-арт, собственно, этого персонажа для игры, как вы видите, она достаточно выглядит по-другому, то есть мне кажется, то есть я когда делал и под игру, и под уже свой проект, я хотел немножко переделать некоторый момент, ну, основной, наверное, упор, это я говорю о лице, потому что лицо, да, оно как бы привлекает внимание, и очень хотелось так, чтобы оно не было страшно, то есть я хотел сделать такую сильную девушку или женщину, да, чуть-чуть моложе она выглядит на модели, но при этом, но при этом мне хотелось соблюсти вот эту грань, когда человек поймет, что это не просто, там, не знаю, бьюти-блогер, одетый в скафандр, то есть, а вот хотелось оставить ее несколько брутальной, и мне кажется, что, опять-таки, это судить не мне, но просто я получал, как бы, разные, разные фидбэк по работе и в в артстейшене, и в инстаграм, и в личке, и в комментариях, и часто я слышал, там, о, это мальчик или девочка, о, это, там, непонятно, кто это, но это был один процент из ста, и тем самым, я, наверное, сам себе говорю, что, наверное, мне удалось соблюсти эту грань, то есть, она получилась достаточно привлекательной, по-моему, я не знаю, ребят, как вы думаете, но, но при этом, но при этом, да, она белый был, да, то есть, ты веришь, что она мощная, она может держать эту огромную пушку, вот это вот не попадание в концепт, ну, то, что ты вот отошел и сделал немного, это окей, да, то есть, художник может себе позволить это, просто здесь вопросы, ругают ли за такое, как было в плариуме или сейчас, ну, когда я делал для самой игры, она была более стрёмная, ну, то есть, да, она была более брутальная, то есть, когда я уже делал под себя, я чётко осознал, что я хочу чуть-чуть от этого отойти, и поэтому уже потом ко мне не было никаких претензий, потому что это больше был мой проект, чем студии, да, вот я хочу перейти и дальше на оружие и на тот концепт-арт, который мы имели как корректор-артисты для этого персонажа, то есть, её основным оружием являлась огромная пушка, которая способна была стрелять огнём, и также в ближнем бою она использовала мачете, то есть, я для себя тоже решил, что это то оружие, которое я хочу оставить для персонажа, потому что у неё также был ещё пулемёт и пистолет, то есть, мне показалось, что просто эти два оружия, это то, на чём я хотел сфокусироваться, чтобы максимально раскрыть её характер. Огромная пушка, может, вы на арте видели. Я перейду дальше к вот этой картинке. Вот так выглядела модель, когда я её утверждал, наверное, по пропорциям для игры. То есть, в принципе, вы можете видеть, что пропорции остались теми же самыми, то есть, особо никуда влево-вправо я не выходил, и всё так же осталось на своих местах, может, там, конечно, там, что-то туда-сюда сантиметр, но, в принципе, вот на этом уже скетч, это и тот скетч, который я сделал тогда ещё на работе, он понравился арт-директору, сказал, да, continue, и в дальнейшем я делал ретопологию, уже опираясь на вот этот хайп-поле скетч. То есть, касательно лица, я знал, что какой бы, какой бы лицо я быстро не за скетч, оно не будет такой, то есть, я плюс-минус сделал какие-то детали, и дальше набросал каких-то кёрвов, да, показывая, что будут дреды на этой стороне. Волосы ты делал в ZBrush и дреды вообще делал? Для, да, для финальной работы я делал отдельно дред, отдельно FiberMesh запекал на этот дред, и ещё я использовал XGen, чтобы забейкать отдельные волоски, которые я потом приотачил к самим дредам. Я покажу это, наверное, на скриншотах, будет вам, ребят, понятнее. Что сделать, если хочешь сделать максимально хорошую работу, но её разработка становится бесконечной? Ребят, этот вопрос, это то, о чём моя собственная лекция, то есть, это та работа, которую я хотел делать бесконечно, я просто себе иногда говорил, «Нет, Денис, это недостаточно, ты что, ради этого всё придумал?» Приходилось откатываться, а иногда себе говорил Денис, если ты так будешь делать, то ты никогда в жизни её не запостишь, поэтому это был процесс нахождения грамотного баланса между качеством и тем, как ты её можешь выполнить, то есть, условно, да, мы тащим какую-то телегу на гору, да, если ты возьмёшь слишком мало, тебе будет просто её перевести, ну, какой в этом смысл, а больше нагрузишь, тогда ты её просто можешь не довести, поэтому здесь нужно было, да, грамотно как-то отсекать лишнее и в то же время идти с собой на компромиссы, но в то же время не так сильно, и я думаю, что во время стрима я несколько раз покажу те моменты, от которых я отказывался, это будет очень интересно, то есть, будут видны те части, которые я не смог довести в конце. Ну, вот уже интересно. Самокритика постоянно, постоянно была, я думаю, что я себя критиковал очень сильно и, наверное, вот мои друзья и жена мне постоянно говорили, говорили, делай, потому что надо, в общем, забей на это, потом вернёшься, то есть, наверное, когда ты полностью один, когда ты закрылся в одной комнате, очень сложно, поэтому я вам советую найти нескольких людей, которые вы всё-таки уважаете их точку зрения и всё-таки свои ориентиры немножко поправляются ихними. На этом скриншоте я хочу показать просто хай-поле этого персонажа, который я сделал для игры, то есть, это хай-поле было сделано не для себя, то есть, это то, что я смог переиспользовать, так сказать, ну, я думаю, грех тут не переиспользовать, потому что нормально хай-поле для для Unreal того качества, которое я хотел, потому что я видел, что в принципе, да, то есть, я тут использовал и Marmoset, ой, Marmoset Designer, и единственное, что, да, вот, допустим, у меня рубашка полностью симметрична, но это была фишка игры, да, я хотел сберечь как можно больше текстуры, поэтому многие элементы, они были симметричными. В дальнейшем я попытался как можно больше как можно больше отходить от симметрии, но иногда мне просто было лень, ну, допустим, в рубашке она полностью симметрична у меня и на финальной работе, по-моему, текстура разная, или нет, я уже не помню, ну, как вы видите, тут из симметрии вот эти части, ноги полностью симметричны, в игре даже штаны были симметричными, они были просто грамотно склеены здесь, были руки симметричные и фронт был не симметричный. А сколько времени ушло, да? Да, я вижу, на хайп-поле наверное ушло порядочно, порядочно, я думаю, не меньше трех недель, может больше, то есть тот был период достаточно жесткий для меня, когда ты приезжаешь в новую страну, когда ты приезжаешь в новую компанию, тебе не знакомы никакие процессы, тебе не знакомы никакие люди, и поэтому когда ты приходишь на работу, у тебя нету никаких друзей, с которыми ты можешь зависнуть на кухне на часик, и поэтому тех приходится постоянно работать. и это был тот период, когда я полностью фокусировался на работу, потому что это вначале, нужно как-то было себя зарекомендовать, и все мое время уходило только на работу, это было intense. Так, перед дальше, так, не могу перед, чем даром, ладно. Вот несколько просто более близких шотов хай-поле. Вот этот пояс, он был сложный для того, чтобы сделать его симметричным, потому что вот здесь были разрезаны разрезаны модель, чтобы сзади была симметричная часть пояса, а по центру можно было вот этот захлест сделать. Сзади работаю. симметричные налокотники, но несимметричные детали поверх, это всегда выигрышно. Текстурка для игры была не помню, наверное, 4К я делал на весь персонаж, на всего персонажа, доумелась ли она, я не знаю, честно говоря, наверное, нет, то есть там, в принципе, можно было разобрать детали. это ее часть на груди, то есть это та амуниция, которую она использует для того, чтобы перезаряжать свое оружие, то есть это на самом деле тот элемент, который мне пришлось самому немножко задизайнить, потому что не было концепта арта, то, как он выглядит внутри, в общем, это тоже мне приходилось очень быстро делать и на вот этом концепт-арте, я думаю, вот, вот, вот этот концепт-арт, это был единственный тот гайд, который у меня был для вот этого Energy Cell, я его так сам себе называю. То есть я взял крышку и мне пришлось сделать такой же Cell, чтобы во время геймплея ты мог сопоставить эти два элемента. Вот так выглядел финальный бейк на персонажа. Вот, я думаю, многим тоже это будет интересно, потому что это вот бейк под игрового персонажа, симметричный практически везде, кроме центральных, наверное, элементов. Сзади рюкзак был несимметричный, конечно. Вот. Ну, вот эти все части были симметричны. Вот. Вот это 4К на всего персонажа. Вот так выглядел персонаж, когда я его забросил из 3-5 Unreal в Unreal 4. То есть вот слева видно. Извините, ребят, просто многие скриншоты были утеряны во время разработки, но вот примерно вот так это выглядело в игре. А вот это скриншоты, это скриншоты из Substance Painter. То есть когда у тебя персонаж одним элементом, сам Substance Painter нету никакой проблемы текстуре все одновременно. То есть так я в принципе и делал. Да. Маркет, есть вопросы какие-то? Это наверное та секция, которую я хотел рассказать о Dirty Bomb и о том, как эта работа выглядела в игре. Да, нет пока новых вопросов, есть такие, которые на финал, поэтому можешь рассказывать по работе дальше. по поводу резюме появился вопрос. Стоит ли указать, ну такой быстрый вопрос можно сразу ответить, стоит ли указывать сторонний опыт, не связанный с 3D и CG или это как вода будет считаться, ответьте пожалуйста. Я думаю не стоит, я думаю не стоит, потому что никому особо неинтересно это. Как не жалко, да? Ну это конечно можно занести в какой-то additional information about yourself и то, что вы там не знаю любите котов, например, то можете это указать, но плюсом большим наверное для вас это никогда не станет. Если это какая-то может быть настолько смежная тема ты например чинил моторы там разбирал тачки и идешь на студию там делать игру тачек может быть и когда посмотрят да ну может быть я не знаю не сталкивался с таким да не у нас на самом деле в компании очень бывают такие моменты здоровские когда новый человек приходит и тогда ему делают некий introduction для студии идет рассылка и про каждого человека некоторые факты очень забавные и смешные и всегда приятный человек когда приходит сразу получать некие сведения о его предпочтениях или каких-то смешных историй которые он сам рассказал на интервью или процессе подачи вот если перейти дальше по эмбер то вот так это еще один скриншот о том как выглядела моделька после того как я ее заимпортировал в андреал на самом деле не совсем потому что вот это лицо это уже там был применен шейдер андреал 4 и волосы были тоже заново по-моему отмоделены но ребят предупреждаю заранее то есть очень много того что я буду сейчас показывать оно выглядит непрезентабельно то есть возможно для вас для многих может как-то магия какого-то кино разрушится да и вы можете посмотреть на такие кадры которые думаешь о боже мой так он совсем не умеет делать персонажей вот просто я хочу тем самым еще раз подчеркнуть насколько персонаж эволюционирует если ему в общем как бы отдавать большое количество внимания то то можно довести до до хорошего уровня я просто сейчас даже сейчас смотрю на эти скриншоты и меня порой это пугает я просто думаю что сейчас я на это смотрю и думаю как я тогда не забросил это это удивительно потому что думаешь ну нет у этого нету потенциала ну а на контрасте у меня на втором экране сейчас финальная работа да арт-стейшн залита я смотрю я думаю что этот стрим как раз об этом в общем касательно волос то есть я сразу понял что те волосы которые я делал для игры они не подходят потому что в игре не было альф наверное ну в общем мы их не использовали на персонажах и я сразу для себя решил что я должен запечь себе какие-то плашки волос чтобы начать вот эту всю тему с настройка волос изучать потому что для меня ребят тоже для меня тогда анрил был это что-то что-то новое хотя вся студия у нас работает на анрил и мне было даже немножко неловко потому что я может быть сам был мне немножко чувствовал себя не очень комфортно и поэтому я решил не терять время и начал изучать вот эти шейдера дома так как у меня были много техникал артистов под рукой из нашей студии я всегда мог подойти к ним и узнать какие-то моменты но чаще всего да опять-таки это поиск ресерч гугл ютуб вот все вот эти методы проверенные вы здесь видите обычные волосы которые сейчас учат в каждом туториале запекать то есть это я использовал xgen для генерации в мае для меня это тоже был несколько новым экспириенсом потому что я вообще 3dmax юзер и плариум мы часто если нам нужны были волосы мы делали их по-разному мы делали может ornatrix использовали может где-то обычный vray hair может просто hair все зависит от конкретной задачи и тогда я понял что да xgen это новый стандарт индустрии я вам всем очень советую xgen изучать потому что да я как порой смотрю что люди там делают всякие там косы заплетают бороды это нереально я еще кстати не достиг такого уровня но опять-таки это работа больше под рендер чем под real-time да в real-time ты работаешь наверное больше с плашками хотя в анриэле последнем добавили уже функцию того что ты можешь экспортировать xgen сплайны и сделать волосы в анриэле такой вопрос можно ли на аутсорсе заказать создание волос ну то есть есть кто-то кто специализируется и можно ли у них заказать сделать волосы ну я думаю да я думаю да часто вижу в арсейшне такие работы там здоровские волосы и несколько несколько голов десятки может быть и там говорится допустим я делал волосы для проекта там division 2 то есть и я вижу что да действительно это может быть это со временем настолько усложнилось да наша индустрия усложняется что один человек наверное не может охватывать такой большой pipeline для современных игр если студия конечно себе может это позволить у нас у нас не было никакого аутсорса он предполагался потому что я был на самом деле взят в компанию как человек который может следить за аутсорсом то есть ввиду того что я последние пять лет проработал на тот момент лидом в плариум я как бы мог я знал как общаться с разными студиями потому что у нас плариум это тоже не один офис который находится в харькове это много офисов тебе нужно постоянно коммуницировать созваниваться контролировать качество объединять смотреть за консистенции и наверное вот этот опыт мой он сыграл того чтобы я достаточно быстро получил оффер от них и да видимо они вот так такая политика была на дёрте бом том что это будет один художник или два или три которые будут контролировать аутсорс который мы будем наполнять игру но не сложилось вот на этой картинке это наверное первый тест который я делал на предмет шейдера волос глаз и кожи вот те которые у меня получилось достать ребят тоже извините если качество не очень хорошее но вот показываю все как есть я сделал по моему новую сетку для головы или или чуть ли не взял second level то есть я может быть даже засмузил первый level то есть как-то отнесся к этому сначала может быть не очень серьезно потому что я не знал куда это все мне приведет и начал просто изучать вот эти шейдера я вам сразу советую поскольку unreal сейчас такая серьезная тема и они ребята очень сильно относятся к тому чтобы продвигать unreal в массы и как можно больше пытаются научить остальных людей то есть показать что ребят это все не так сложно и я просто сделал скриншоты с их веб-сайта я думаю что каждый может легко найти то есть ты гуглишь unreal engine head shader hair shader или skin shader и оно вас приведет приведет на вот эти вот сайты здесь подробно рассказывается о том в чем разница между допустим типами шейдера да что меняется если ты выбираешь hair clothes eyes или если ты выставляешь temporal эй или вот примеры того как ты можешь сам зашейдить свой материал это достаточно сложно сначала кажется ну правда но со временем ты просто привыкаешь к этому да 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 я понимаю ага все они достаточно подробно ведут эту всю документацию и здорово что они выставляют бесплатно вот эти все проекты ребят то есть вот этот проект называется баст да бест то как как сделана голова в анриеле вы ее спокойно можете скачать в story бесплатно и просто начать в ней разбираться то есть там все шейдера открыты то есть это никакая не тайна в каждый шейдер может зайти вы можете посмотреть всю эту нодовую систему вы можете все эти значения попытаться изменить посмотреть как это работает и применить на своей модели я вот 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 так наверное у меня работа примерно выглядела вот так вот она примерно у меня выглядела постоянно то есть это было просто какие-то огромные массивы этих всех мешей которых я сам уже путался то какой ай-шейдер применить какие настройки оставить ну вот вот этот вы видите вот эту голову которую они дают для того чтобы посмотреть и я просто применял подменивал текстуры свои пытался свой что-то свой что-то с нуля сделать и на самом деле я делал с нуля то есть вот эти все шейды вот 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 этот шейдер это то что я делал по их документации то есть это то есть ты выбираешь шейдер кожи и дальше пытаешься какими-то настройками это все настроить но сразу забегу вперед в том что этот способ не оказался самым лучшим все-таки я пришел к тому что как как бы может не грустно а может это и правильно что все-таки техникал артиста анриела и эпика в частности да они они знают лучше чем я и наверное многие здесь поэтому я потом сравнивал шейдера которые получались у меня по их документации и с теми шейдерами которые они используют например на проекте парагон использовали это тоже очень здорово что они открыли документацию и открыли всех персонажей которые вы можете каждого скачать бесплатно посмотреть все его ассеты посмотреть как он был сделать посмотреть сетку посмотреть ювишки посмотреть ребят там очень много информации ты просто ты просто открываешь персонажа и просто изучаешь его и пытаешься повторить и можешь просто вот так взять этот материал просто перетащить на свои волосы или кожу подменить текстуры и вы увидите вы увидите как ваша работа заново начинает работать то есть вот честно говоря я к этому и пришел то есть я со временем с помощью вот этих всех ошибок поиска я пришел к тому что я все-таки использовал базу того что эпики сами отдают то есть я их слегка там не знаю модифицировал совсем двумя-тремя нодами но я не тех артист ребят я не знаю код я не пишу код поэтому на уровне художника я думаю что вам этого будет достаточно они большие молодцы я думаю что и вообще они очень много дают бесплатных астов в своем стори да процесс мы разработки шоу поэтапно элемент за элементом то есть вот если на вот этом скриншоте посмотрите то как у меня сцена выглядела в начале пути да то есть это были каждый элемент я импортировал отдельно я делал новую сетку естественно не одно то есть все лопольные сетки которые вы здесь увидите они были созданы заново конечно же под под новый проект то есть для меня было прежде всего качество главной целью я просто для себя решил что я не буду ставить себе никаких ограничений в плане wireframe то есть сетки и полигонажа и текстур это некий персонаж который мог бы использоваться в синематике но в реалтайм то есть синематик для анриал я думаю это все больше и больше тоже становится трендом смотрите может быть как он используется в кинематографе в последнее время то есть это максимальное качество но чтобы я мог это все крутить в реальном времени то есть вот такая вот задача наверное у меня в голове была вот здесь вы можете посмотреть то есть несколько элементов были заимпортированы то есть наплечник это отдельный элемент со своими 4к текстурами броня отдельный элемент 4к вот эти все селс это отдельные ассеты у них 4к на 4 штучки на самом деле тут одна по-моему клонированная рубашка то же самое 4к то есть не было никакой задачи сделать все как можно оптимальнее просто получал удовольствие от процесса не знаю просто клоузап и наверное того как я работал то есть это был сабстанс анриел сабстанс анриел сабстанс анриел то есть я запекал все в мармасете не знаю я считаю наверное мармасет самым лучшим инструментом для запекания сейчас и в дальнейшем я просто после того как ты запек в анриеле ты просто прыгаешь между сабстанс и анриел сделал изменения пересохранил карты посмотрел что поменялось можно конечно делать ноды которые ты которые позволяют тебе изменять параметры твоих материалов прямо в анриеле но тогда ты можешь чуть-чуть наверное потерять вот эту нить как бы нить того какая у тебя модель в сабстанс и какая в анриеле то есть если ты слишком много накрутил в анриеле то потом тебе будет сложно поменять что-то то есть тебе нужно будет делать немножко вслепую а как ты делаешь развертку и сколько у тебя ювисетов получилось в итоге развертку я делаю в ювиле ауте хедос просто мне кажется самая дружелюбная совсем не дружелюбная честно говоря она выглядит совсем как недружелюбная но самая интуитивная понятная наверное развертка для меня там где ты можешь ювишел и в 3д крутить и разрезать в 3д но для меня это было тогда очень важно вот еще тогда наверное 7 лет назад или да примерно в то время когда мы делали развертку в 3д максе когда все очень топорно и потом когда мы разобрались с ювиле я думаю это стал главным инструментом для меня в плане разверток я до сих пор им пользуюсь а сколько ювисетов получилось ювисетов было куча то есть реально куча то есть я думаю ребят ну не знаю ну где-то 15-20 ювисетов на персонажи просто из-за того что это не было задачей для меня то есть я себе не ставил задачу сделать все оптимально вот это был этап того когда я начал тестировать волосы и пытаться тоже разобраться как шейдер волос работает и вы тоже можете сейчас может пронаблюдать насколько это отличается от того что у меня в конце получилось не только по шейдеру но также еще по тому как эти волосы выглядят даже то есть вот я вам скажу что вот эти красные дреды я добавил за три месяца до финала то есть я это та работа которая постоянно откатывался и возвращался откатывался возвращался я просто знал что нет эти работы эти дреды допустим не выглядит настолько классно как я их представлял то есть вначале это казалось нормальным но потом я вижу нет это не то и мне приходилось постоянно возвращаться к модели и что-то усовершенствует и добавлять вот допустим красные дреды это дреды которые были добавлены после также допустим тело то есть я постоянно его как-то пытался модифицировать по мере продвижения по работе и как бы вначале мне казалось что этого достаточно а со временем я как бы тоже понимал что нет лучше лучше как в чате писали да то есть что какой-то самый критик во мне просыпался и я понимал нет допустим тема того что она носит огненное оружие она недостаточно раскрыта как я ее могу улучшить я возвращался к самому первому этапу этапу скульптинга хайполь и вот ну как вы здесь наверное все видите добавлял шрам да я знал что у нее есть татуировка на шее соответственно шрам он может интересно сработать на этом фоне перекрыть его да так и получилось да если если вы посмотрите на промежуточный этап то есть это вот тот этап наверное когда я понимал что я двигаюсь в правильную сторону да это тот этап когда тебе модель уже начинает нравиться и ты понимаешь что да у работы есть потенциал и продолжает продолжать то есть вот на этой на этом скриншоте отчетливо видно что шрама пока не я о нем еще тогда не задумался просто пройдусь по скриншотам да это наверное первый тест того когда я добавлял новые дреды я просто смотрел на массы то есть как как я меняю массы добавляя новые дреды я понял что да этим стоит заняться первые тесты волос то есть насколько потому что шейдера волос в анриеле они тоже достаточно мощные то есть ты там можешь допустим маскировать корни волос так чтобы сделать момент входа волосинок в кожу очень мягким да то есть сам шейдер он как бы делает корни волос не такими толстыми более прозрачными модель продвигалась вот еще раз ребят вот этот вот эти волосы были допустим год назад а вот эти волосы были 9 месяцев назад то есть я к тому что я откатился я был недоволен этим результатом я понял что нет мне не нравится это не то что я хочу делать и я такого не боялся то есть я говорил что раз я в это уже ввязался то почему почему я должен бояться вернуться на шаг назад то есть вот так у меня работа выглядела 70% времени то есть туда обратно туда обратно так извините и просто хочу показать наверное более прикладные какие-то вещи опять-таки этот эта лекция я хотел ее ввести более как прикладную то есть показывать какие-то настоящие элементы того как вы можете какие вы можете использовать во время моделирования но все это обрамить в какую-то обвертку более философскую допустим волосы да так как я макс юзер я начал расставлять плашки волос в 3дмаксе и ничего ужаснее этого я наверное до сих пор не познал в этом мире потому что в 3дмаксе абсолютно нету никаких инструментов только классно можно выставить плашки я не знаю я смотрел какие-то торы где люди как бы это делали но мне до сих пор непонятно как поэтому со временем я пришел в мае это такая немножко чужая для меня территория то есть я когда в ней я немножко чувствую себя неспокойно и вот здесь я могу вам просто показать то как волосы выглядели в финале да то есть вот они очень плотные ребят тоже не не слишком на это обращайте внимание потому что я на них накинул смуз да потому что оптимальности никогда не было в задаче но в принципе какой какой общий принцип того как я эти плашки выставлял это то что я мог вот отсюда вот брать кусочки плейнов своих как-то их там двигать кстати советую вам посмотреть туториал парень из студии который делал Horizon Zero Dawn это напомните мне они он показывает как он выставляет плашки волос в в в мае я тут кстати нет нет это не youtube это наверное cjma то есть вам нужно либо подписаться ребят чего я вам конечно советую потому что так вы можете с лекцией с лектором получать фидбэк ну либо поискать каких-то других местах да когда ты выставляешь плашку каким-то образом ты там ее как-то изгинаешь да там бэнд в общем для меня это было все очень сложно но самое главное это то что в мае есть такие фишки как скалп скалп ту и просто это то чего я как бы не нашел в максе я даже не знаю как это сделать подскажите может кто-то знает так надо наверное выделить да вот это вот эта фишка то есть это то что позволяет тебе достаточно аккуратно двигать где-то тут другой то есть когда вы там подвигаете к своему персонажу вот этот это просто идеально для того чтобы чуть-чуть подправить сетку я не знаю максе такое там максе единственное это что ты можешь с soft selection подвигать вертексы но это не то чуть-чуть то есть я вот вот так каждую плашку аккуратненько двигал то есть здесь в этих волосах их там наверное два или три слоя то есть первый слой он самый плотный второй более разряженный третий да это такие уже микро микро волоски а что насчет дети ты знаешь этот софт я ничего не знаю честно говоря вообще у меня ассоциация только вот за животным каким-то лесах ни разу не пробую не реально а что это такое я тоже не знаю меня тоже два раза спрашивают да я очень согласна по поводу эксгена того что это круто и что его нужно учить да да я думаю что что нужно еще научиться того как этот эксген превращать в плашки то есть я этим не занимался но я видел что это в принципе реально что ты можешь вместо волосков сгенерить плашки которые ты со временем со временем просто можешь на свои ювишки натянуть да говорят что в максе есть та штука которая то есть в райбон по-моему но ну рибон это вот эта верхняя плашечка да ребят ну я там не знаю ничего да орнатрикс мы раньше использовали наверное продолжу дальше то есть вот вот таким вот принципом были сделаны все волосы то есть абсолютно ничего военного да то есть просто просто пробой и ошибок я выставлял все все плашки так чтобы кончики волос они аккуратно как бы вдевались в кожу в поры то есть чтобы не было вот такого вот немножко мне кажется что вот в этом на этом этапе мне волосы как раз и не нравились тем что они не реалистично растут они как попало вот так хочу вам ребят еще раз показать фишку которую я сделал для брони то есть если вы здесь посмотрите вот вот здесь броня была сделана просто обычным способом и ничего в ней такого супер интересного нету момент того как я работал над этим персонажем я думал надо как-то показать то что она работает с огнем то что это опасная вещь и мне пришла идея потому что а как же показать вот эти все весь этот урон который она сама получает потому что пламя горит вокруг нее и тогда я просто придумал ну это ничего ничего такого тоже сверхъестественного я вам ребят сейчас покажу даже на видео записал как это все выглядит вот так броня выглядела в substance painter в финале ее разработки то есть во-первых помимо помимо ткани немножко я там добавил пепла который сыпался сверху да ты персонажи ты когда больше и больше с ним проводишь времени ты все больше и больше начинаешь как-то к нему привыкать и как-то вживаться в роль а как а почему вот так а почему он так надо вот это добавить и я добавил пепел и не только кстати на эту броню но еще и на металлические части я вам сейчас ребят покажу а также вот тока ткань портится от воздействия огня это при записанном видео просто вот это байскалор металлические металлические roughness additional normal map и в общем с помощью инструмента anchors собственности которые они добавили пару лет назад можно делать очень крутые штуки то есть ты работаешь не с одним слоем а ты работаешь с несколькими слоями одновременно тебе не нужно там волноваться о том что добавить потом черноты вокруг этих как-то называть даже не знаю ожогов ткани это очень круто то есть да и также у тебя материал вот если вы присмотритесь материал который вот здесь он отличается от этого материала то есть заранее продумываешь о том что у тебя под под тканью находится другая ткань которая служит там обивкой самого бронежилета и это может быть очень таким комплексным инструментом который я вам всем советую начать использовать еще раз напоминаю это anchor points я вам сейчас в трех словах могу объяснить ну смотрите вот это hate map то есть одновременно край край вот этих ожогов он поднимается соответственно свет будет чуть-чуть по-другому от отыгрываться вот это это очень прикольно что получилось настроить это эмиссив то есть вот если вы тут посмотрите это эмиссив внутри вот этого ожога то есть на краях на краях ткани остаются маленькие тлеющие кусочки ткани это опять-таки с помощью anchor points то есть вот этот один слой hate holes здесь здесь я просто рисую маску сплошную то есть и сверху этого у меня стоит anchor point вот hate holes ремешки да и потом на эту маску ссылаются другие другие слои которые они у вас висят там вверху вот если вы там начале посмотрите то вот здесь есть тут наверное даже не видно то есть есть допустим level который создает этот эмиссив может вот здесь я кстати прокручивал да 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 вот и у него есть в своей маске есть ссылка на ссылка на этот anchor point то есть что это делает что он запоминает ту маску внизу и как-то ты ее можешь модифицировать то есть вот эти ожоги могут получиться тем тем что ты эту маску размываешь вычитаешь общую маску то есть чтобы она тебе внаружу не выходила и потом еще раз размываешь уменьшаешь левелами и вычитаешь то есть и получается так что ты за счет того размытия друг друг на друга одна и та же маска наезжает и у тебя остаются вот эти краюшки да надеюсь кому-то это интересно ребята интересно полезно пишите да не было мне было прикольно об этом узнать и это самое классное о том что ну точнее вот такую задачу я себе поставил и потому что я себе в голове как-то ее уже визуализировал на тот момент то есть вот смотрите ребята это это unreal это какой-то этап разработки персонажа и таким образом вы можете еще больше подчеркнуть свой стори тэрлинг да то есть вы думаете да персонаж это ваш то есть вы вживаете свою роль вы думаете так как она двигается как она работает огнем прожигается и тогда вы начинаете думать по-другому и в конце концов оказывается что это на самом деле не только вам важно вот еще раз вам хочу показать вот этот финальный результат который получился в андрееле во-первых такие мелочи да допустим вот обратите внимание не знаю может вообще может ни один человек этого не заметил но вот эти все канистры они по-разному заполнены то есть вот вот эти все полные а вот это она как раз перезарядила поэтому у нее заряд остался меньше и если в начале вы посмотрите то низ у нее раскаленный то есть она была в пушке да и она ее достала и повесила себе снова на ремень как много важных деталей это просто какой-то момент ты сам начинаешь от этого кайфовать ты ты заканчиваешь работу идешь в тренажерный зал а в тренажерный зал ты придумаешь новую историю и ты понимаешь что насыщаешь персонажа я думаю что это эволюция применима ко всем родам искусства и кино тогда точно так то есть никто изначально не знает как снять идеальное кино оно эволюционирует во время продакшена кстати вот если то о чем я говорил ранее то что я потом сделал некий пас с пеплом я тоже немножко эту тему начал изучать как Unreal они же сейчас большие молодцы вы купили подскажите эту студию которая делает классные сканы текстуры и материалы которые вы можете все бесплатно скачать и использовать не просто супер хипер реалистичны потому что они были созданы с помощью фотокамер и вот здесь допустим ты создаешь и ты понимаешь что она касается она касается своих своей брони и оставляет силуэт своих пальцев да ну так сказать то есть ты начинаешь все больше и больше сам погружаться в этот мир который ты сам себе придумал и и кайфуешь это 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 очень да к фиксель это очень опасно застрять да и вот так же на этом скриншете просто на этом видео хотел немножко показать то как я думал то есть на эти видите то есть то когда она снимает броню как у нее выглядят эти все ожоги на ткани то есть во-первых они идут строго по силуэту тому как банки здесь крепятся а во-вторых а во-вторых именно центральная часть она является тлеющей в данную секунду потому что она ее только только сейчас перезарядила в общем это такая игра возник вопрос по сабстансу можно ли проджектить сразу на два юдима когда я делал работу еще нельзя было но сейчас вроде бы можно я еще не пробовал со швами между юдимами да ну дело в том что если вы посмотрите здесь у меня ни одного юдима нету как таково у меня нигде текстура не стыкуется с другой текстурой то есть броня отдельно наплечники отдельно перчатки отдельно и так далее и классный эффект того как я себе это заранее провизуализировал это то что даже при выключенном свете этот эффект будет виден голова да вот если вы можете посмотреть на этом скриншоте то есть мне кажется это предельно понятно то есть я сразу как-то было понятно что если этот эмиссив останется то даже в темных кадрах персонаж может играть и я честно говоря не помнил даже таких аналогов каких-то других работ мне казалось что это что-то свеженькое наверняка они есть это это и так не претендую на изобретение да я думаю что вот в этом видео из финальной работы это это четко заметно да то есть вот наверное в этом шоте это был максимальный упор на фактор того что он светится в темноте то есть как-то просто захотелось сделать некий такой странный свет такой не совсем как бы главный но когда ты делаешь этим шот не основным не основным то ты конечно волен поиграться да в этом в этом шоте просто дышит и периодически вот эта вся часть загорается светом как бы в идее было то что может быть внизу стоит некая не знаю ничего канистра бензина которая взорвалась и осветила ее часть лица немножко про волосы наверное расскажу очень быстро на вот в этом на вот этом потрясающе очень многое было сделано всего сейчас смотришь на эти папки на этапы работ спасибо 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 ребят я надеюсь не слишком утомляю кого-то опять-таки очень хотелось провести просто такой вот стрим по интересам может кому-то просто это будет тема интересна кстати тоже по поводу пепла да то есть я подумал о том что она часто часто открывает застежки для канистр значит у нее должны быть так как пальцы остаются пеплом обмазаны пепел должен соответственно здесь остаться по поводу поводу дредов тоже одна из тех тем которые я никогда не делал ранее особенно в анриэле да это то как сделать прикольно выглядящие дреды сделал несколько тестов используя их шейдера даже те которые они дают в парагоне и мне не понравилось как ведут себя дреды из-за того что шейдер который применяется даже на саму вот эту собственно вот эту колбаску дреды она прозрачная то есть если вы смотрите на в контражуре то она будет все равно просвечиваться такое чувство что так толстые волосы не должны себя вести так маленькие волоски должны себя вести но но толстые не должны пропускать свет поэтому в этом плане я здесь применил два шейдера то есть кстати ребят я забыл что у меня же эта работа открыта еще в анриеле поэтому все очень можно быстро летать и смотреть и вот наверное здесь будет классно видно что сама сердцевина дреды она не пропускает свет и подсвечиваются только волоски имитируя как бы реальную жизнь и поэтому здесь два шейдера дредов дредлокс мейн дредлокс инстанс то есть мейн мейн это просто это просто никакой не хейр даже шейдер если вы посмотрите это просто дефолт шейдер с текстурой очень не сбалансированно но тоже у меня не было просто цели такой волоски это уже дредлокс которые с шейдером самих волос то есть если вот здесь если зайти в сам шейдер это шейдер волос наверное не знаю эпиков может быть может нет я уже не помню и здесь когда вы себе выносите когда вы себе выносите такие параметры здоровские то вы можете в реалтайме контролировать цвет не только цвет любой параметр который вы хотите сделать вы можете проконтролировать в реалтайме это будет очень здорово в том что вот видите насколько темно стало и волоски сейчас не отыгрывает потому что я поменял какой-то параметр вот этот наверное да вот видите то есть очень удобно что каждый параметр можно превратить в собственно параметр то есть ты превращаешь в любую константу то есть констант 3 например вот у вас есть цвет не знаю по умолчанию он будет голубой вы делаете ее в параметры то есть blue apply не знаю кстати нужно подключать ее или нет возможно i возможно нужно да offset да то он у вас появляется в вот смотрите мы что-то уже наделали то есть он у вас появляется уже здесь вынесенным в вашем инстанте материала то есть и здесь посмотрите магия да вы же вы же это тоже видите вот я к тому что unreal просто невероятно комплексный и прикольный инструмент если вы дадите ему время и научитесь то вы сможете создавать очень комплексные вещи я чуть-чуть зафакат ребят насчет кстати волос на концерт арте если вы видели изначально у нее волосы имели как бы градиент я себе представил что это должен план может здесь не такой чуть-чуть должен быть как бы плавный градиент от черного к более каштановым такой или светлому даже выгоревшему поэтому у меня сейчас синий в общем у меня тут и offset пошел сейчас зайду это не то в общем не знаю или нет или нормально не могу понять не ладно я просто понял что вот такие вот вещи можно делать тоже и в анриеле создавать вот эти все градиенты то есть не обязательно на текстурах на текстуре можно добавить или подчеркнуть но многие из параметров можно создать прииком в анриеле единственное что я для себя сначала не понял что я тестировался в обиджей я бросал в обиджей как-то мне было проще сначала на обиджей тестировать и обиджей не хранит vertex color и прикол в том что vertex то есть что вот этот весь градиент я сделал с помощью vertex color еще раз покажу сейчас одну секунду вот собственно вот так волосы были подкрашены в 3d maxi то есть по-моему с помощью каких-то модификаторов да я просто покрасил вот так дреды от синего красного с помощью которых я смог в дальнейшем подключить vertex color ноду если вы тут посмотрите вот vertex color она просто служит маской для смешивания то есть красный цвет vertex она смешивается с вот этой вот текстурой ну то есть очень-очень все просто но в то же время это все очень наглядно и даже интересно то что вот если ну вот этом я поменял не только цвет то есть не просто получился такой градиент от темного к светлому но еще и сама текстура поменялась то есть вот у меня есть две текстуры красная извините что-то не могу понять дредлокс дредлокс main вот main то есть есть текстура вот с такой вот синей оплеткой видите она идет по протяжению всей дредине есть текстура с красной плеткой вот она то есть у нее красный и вот такая вот перемотка снизу и вот красные резиночки по центру и вот здесь если вы посмотрите то вы найдете такие дредины где у нее есть красный а потом он становится синим то есть такой текстуры как бы нету на самом деле да просто из-за того что опять-таки этот вертекс color он позволяет очень классно смешивать то есть у меня blue vertex color он смешивается и две этих стуфли просто смешиваются по вертекс color и в таком случае просто я мог очень наглядно то есть я допустим вижу вот эту дредину мне нравится чтобы допустим вот на этой была обмотка а на вот этой не хочу обмотку значит я вертекс color просто покрасила в синий или в красный ребят у нас стрим не может быть неограниченным как бы не хотелось слушать Дениса мы в любом случае задерживаемся еще ненадолго чтобы успеть поэтому если у вас есть вопросы какие-то которые вас интересуют можете их писать уже сейчас чтобы Денис успел на них ответить как будет рассказывать еще про персонажа да вы видите кстати что я эти угольки потом добавил на всех элементах брони то есть естественно что нужно было не оставлять это только на центральной части а что было самое сложное вот тебе в этом персонаже может быть волосы как раз были самым сложным потому что ты их осваивал с нуля и эксген или нет вот было все в целом вот как-то знаешь самое сложное это было не бросить работу мне кажется то есть то что ты найдешь какой-то подход к волосам или к чему угодно это ты как бы в себе наверное не будешь сомневаться ну единственное то что вот эти все каждый таск он не должен друг на друга как снежный ком наехать и в процессе ты просто не должен под этим проломиться поэтому во-первых ты должен таск брать за таском то есть в голове как-то держать какую-то структуру да упорядоченность иметь у себя в голове может выписывать не знаю я не выписывал я чуть-чуть хаотичный человек но все равно я когда чему-то уделял внимание я мог несколько месяцев только надо этим сидеть дотянуть дотянуть работу было наверное самое сложное но опять-таки тоже это все дело мотивации просто наверное получилось себе себя замотивировать и сбился смысл тут вопрос последовательный перелетел что вы почувствовали по завершению работы вот то что я передал то есть самое здоровское это не то что там какие-то волосы классные получились когда там получаешь комментарии там ой классные волосы или что-нибудь еще то ты понимаешь да это в целом неплохо но больше всего то что ты как бы преодолел это сам для себя в моем плане это было так потому что если вы посмотрите на мою портфолио у меня последняя работа была 5 лет назад реально то есть просто индустрия еще раз ребят хочу на это обратить внимание что работы которые ты делаешь для работ для своего работодателя и то что ты делаешь для себя это просто две большие разницы то есть мне бы никто в жизни не позволил бы вернуться и переделать волосы да это только зависит от вас насколько вы упорно хотите вот идти по этому пути то есть тут нужно немножко да искать какое-то вдохновение внутри для меня наверное это служило тем что во-первых потому что на работе было несколько проектов которые были отменены я вам ну честно говорю ребят что бывают такие моменты на работе особенно в больших студиях там измеряется бюджеты миллионами долларов и все очень боятся начинать проект в котором они не уверены и бывает такое что ты на проект потратил целый год своего мало того что времени то что ты как бы к этому настолько прикипаешь и ты уже прям визуализируешь так вот вот это будет так вот это я сделаю вот так и ты думаешь а у нас картина начинает складываться и потом ты просто получаешь всем говорят ребята о том что проект прекратил свое существование и мы начинаем что-то новое а новое не всегда лучше бывает что проект на новый он более казуальный или стиль не такой как ты любил там более сай-фай или фэнтези или другая платформа вот у нас было так меня перевели после дёрти бомб на очень казуальную игру кстати советую вам всех посмотреть она выходит сегодня это такое стечение обстоятельств что два года назад я на эту игру попал она называется outcasters ее спешдайм и мы ее сегодня запускаем она сделана специально для google стадия это был очень хороший контракт для компании с google но как художнику мне было сложно на него переключиться после вот последних нескольких работ которые мы работали то есть те были работы которые я горел и на outcasters мне было сложно это очень казуальная игра очень сделана просто она прикольная она в ней очень крутой геймплей но визуально к художнику мне было сложновато хочу просто ребят еще немножко может кого-то развеселить может нет покажу то как я держал в голове финальную презентацию то есть это было наверное то есть то который без чего ты не можешь двигаться вперед это наверное такой такое топливо который ты должен с собой как-то где-то его получать вот для меня это было визуализировать я просто постоянно в голове себе рисовал картину о том как я буду делать эту подачу подача для меня было наверное очень важным то есть я знал что как бы я не сделал подача будет решать и я опять-таки это моя ребят это моя школа плариум наверное чуть-чуть помогает потому что в плариуме ты и там и сям и тебе нужно сделать быстренько презентацию особенно в ранние годы и мы делали анимацию и как я уже говорил и мне иногда достаточно я могу за день сделать небольшой аниматик как бы самому себе провизуализировать то как я думаю что я хочу это показать и ребята сейчас я хочу вам показать этот аниматик он слегка позорный но это вот то это ну настоящие файлы которые я сам себе делают это не для того чтобы кого-то показать как оказалось для того музыка из терминатора 2 да ты наложил музыку да ну нет может каждый может себе ее представить ну да да нет в общем как вы поняли то есть идея была изначально то есть это был далеко тоже не тот шот который я думал будет вот не знаю то есть без него работа развалится но у меня просто было такое ощущение что если я его сделаю то это будет круто и у меня была такая небольшая как бы ну да storytelling то есть камера пролетает над следами ее дальше мы видим несколько разбросанных канистр с топливом которые у нее были на груди они все раскаленные моргают что я разряжен мы видим походку темная сцена и свет от ствола освещает вокруг себя то есть вот я как это визуализировал что темная сцена и как ствол вот здесь проносится над над полом он озаряет как бы какие-то элементы о котором я еще конечно не думал в момент ствол раскаленный из-за того что был бой мы видим ноги мы не знаем чьи это ноги она ставит ногу жестко опускает пушку при этом в момент опускания думал что я поиграю с вайфиксами то есть как искры будут вылетать как я сделаю вот эту ревербер как-то даже не знаю дисторшн да вокруг дуло пролет камеры и вот здесь самый большой дисторшн то есть здесь вот прям картинка просто вся искажается она переворачивает встает использованный сел мы снова видим надпись разряжена вставляет новую да и ощутимо с тяжестью она ее поднимает да ну вот вот такой небольшой шот на сколько на 30 секунд на 35 секунд я себе в голове держал но это вот ребят это из разряда того от чего приходится иногда отказываться для того чтобы довести проект то есть я в какой-то момент когда на это все замахнулся у меня была идея в том что то ли я это сделаю то ли мне кто-то поможет но это как-то будет осуществимо и в процессе я понял что нет наверное я недостаточно такого уровня аниматор который готов который сможет показать эту анимацию так чтобы она понравилась людям поэтому все анимации которые вы видите в финале это сделал я сделал потому что их было легко сделать из разряда чуть-чуть посмеяться это то как этот аниматик смотрится со стороны не надеюсь кому-то это интересно так точно ответить тут могут от меня ребята так нету пока то есть получается вот этот вот ролик презентационный который мы смотрели начале ты его сделал абсолютно да я вам сейчас могу дать эту сцену вот эта сцена я ее тоже немножко приберег вот финальная сетка кстати ребят если вам интересно там есть скриншоты более близкий но короче если вы видите тут я достаточно сильно запаривался с сеткой для лоу поле если у меня ремешки они отдельным ремешком с чем-то то есть это как сказала я на предыдущем стриме для лоу поле персонажей такое конечно не простить непростительно потому что это чем фронт был естественно запечен в нормам и но в этом персонаже я просто отрывался мне это было интересно и вы видите ну насколько как бы много лишний лишний зачастую лишний геометрии было добавлено может быть но так чтобы и энрил не было слишком тяжело то же время совсем позорно было это все это вся моделька была переделана заново на после после берти бомб на всякий случай говорю что вот эти все все вот штучки как их складочки да они уже были модели на после вот касательно да касательно анимации вот тут очень тормозит даже ребят это не у вас стрим тормозит а то что у меня тормозит я сейчас попробую включить этот был вот вот такой вот скелет я сделал в катя опять таки я не аниматор ребят это то что просто мы научились за время там работы пламями потому что нужно давать качество ну точнее результат быстро никто тебя особо не будет там спрашивать знаешь ты анимацию или нет особенно раньше поэтому приходилось из изворачиваться и вот допустим вот этот катовский скелет был создан очень быстро да там за день и за скиннин наверняка скин тоже ужасный если аниматор на это посмотрите ригер он ужаснется во вторых я не знаю ребят как делать дополнительные кости я пытался кости для глаз сделать и бег я просто у меня все ломалась я пересмотрел тысячу миллион туториалов в основном индийского происхождения и пришел к тому что мне просто легче сделать бомб и приотачить просто вот этой линком голове иначе я не знаю то есть вот иногда бывают такие моменты когда тебе нужно понимать продвинуться да это был уже этап того как я уже знал что я подхожу я очень ну как бы я результат вижу в т-позе да где этот результат то есть я я вижу вот этот результат я понимаю что как бы я в надежных руках то есть все нормально то есть это это работа клевая но то что и нужно это делать приходится на идти на какие-то хитрости которые продакшен тебе никто не простит конечно такой риг никуда не годится но для моих нужд это было вполне достаточно то есть я не знаю если я смогу play нажать ну очень плохо проигрывается в общем тоже и поскольку я не аниматор я бывает обращаюсь за советом спасибо олегу рогозе я там сколько я сколько моргания столько кадров моргания ну что я никогда не задумывался сколько кадров моргания происходит ну когда аниматор он он эти вещи знает легко но хорошо когда ты имеешь много друзей каждый тебе может чему-то научить поэтому друзья спасибо вам 3ds анимация это вообще боль лена так подводит к макмане тонко хотел еще что показать пониматься да допустим я хочу показать кстати как собиралась это анимация в финале то есть вот эмбер стоит вот в этой же позе кстати тоже немножко хотела позе поговорить это то почему я пришел тоже не сразу у меня были несколько поз вот эти они достаточно похожи но были еще другие как вы видите была поза вот такая вот тоже благодаря и фидбэку и сам немножко понимаешь что да наверное персонаж так со своим оружием не может поступать то есть это больше пока похоже на триумф победителя да да он стоит на чем-то побежденным поэтому было принято отказаться от такой пользы и пришел к вот в этой позе эти асты были где-то взяты с бесплатных андреал библиотек крик теле потом вот такие вот моменты которые тоже хочется немножко найти вот этот стори тейлинг он иногда чуть-чуть тебя захватывает хочется все больше и больше да то есть то что разбросанные канистры которые горят из-за того что не закончена горючее а на самом деле первый мой первый мой рик но это не рик было это наверное тот этап когда моделинг был в принципе закончен он выглядел как-то так но это в общем все знают дальше когда когда персонаж когда персонаж уже хоть более или менее он похож на персонажа всегда хочется его забросить в этот я забыл как этот сайт называется который может авторик сделать тебе и потом ты набрасываешь любые анимации там мэйкл джексон есть и много еще других занятных да немножко по поводу презентации то как я рендерил собственно эндер никогда до этого не сталкивался с секвенции секвен тарам секвен тарам да дамик сама спасибо сейчас секвенс как шутман да может кто-то незнакомца в анри или есть такая система секвен тарам секвенс а секвенсера да точно английский здесь вы можете собирать как бы свои шоты это очень 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 сильный инструмент по поводу того как собрать финальную картинку вместе то есть я в мармасете такой не знаю как сделать наверное такое нельзя то есть что он дает это то что вы можете внутри анриэлов такого редактора кто прошаренный тут конечно это знает вы можете сделать видеоролик при этом в этом видеоролике выступают актерами все что угодно то есть вы можете сюда добавить свет и он будет вот допустим light мы можем пункт лайк добавить и он будет актером в этой секвенции со своими значениями то есть тут у него сейчас значение я даже не знаю как у интенсити вот 5 да то есть вы можете там перейти на какой-то кадр и ему задать интенсити другое соответственно он будет реагировать по ходу анимацию вот та анимация которая вам показывал когда горит в темноте свет был сделан вот таким вот образом просто вам покажу напрямую как этот секвен тар работает секвенсер секвенсер работает здесь вы можете переключиться на свою камеру то есть у вас есть одна камера насколько я понимаю и для несколько не знаю ну вот у меня сейчас одна камера на которой вы можете переключиться и она является как бы вашей основной камерой по мере того когда вы прокручиваете шот вы видите из глаз этой камеры то как вы собственно будете видеть финальный рендер то есть это очень интересно то есть это буквально как вы режиссер да вы вы режиссируете постановку то есть у меня есть камера у меня есть буквально два значения посмотреть это вообще это супер детский сад то есть она просто отходит по какой-то своей кривой наверно даже ровный да и здесь классно что у вас есть актер вот актер м и у нее есть анимации свои они лежат вашей папочки куда вы забрасываете все свои анимации которые вы сделали и вы можете их миксовать вы можете даже с оверлаппингом по моему друг на друга натягивать что для анимации они как-то там будут пересекаться и взаимодействовать то есть как-то миксоваться но моем случае это было микс из нескольких точнее из двух анимации всего лишь у меня была анимация того как она дышит и смотрит прямо во второй анимации она поворачивает голову сначала налево и направо то есть идея была в том что она что-то заметила что-то отвлекло ее внимание потом она поняла что как бы там ничего нет она отвлекается на что-то другое и возвращается свой айду прямо поворот прямо поворот то есть вот они через одну таким образом просто я для себя высчитал ту длину видео которое себе хотел да это порядка сколько сколько 40 секунд наверное чтобы подставить ее как раз на музыку то есть сейчас о музыке я еще ни разу не упоминал но в целом просто я для себя решил что какое количество кадров какой какой длины видео будет человеку не лень досмотреть до конца так сказать ну вот мне наверно показалось такой вот поэтому если я play нажму я сейчас уберу на другую кран play нажму раз пошла 2 анимация снова переключилась на первую и заканчиваю да и в конце немножко останавливается то есть здесь очень здорово что вы прям в в этом секве секвенсере вот вы можете посмотреть мои настройки которые я использовал это я рендерил вот таком разрешение 5760 ну я не уверен что я правильно это все сделал я просто хотела трендер чуть больше чем 4k и просто понял что наверно вот такого разрешения будет достаточно 30 fps и рендер и рендерил в png с максимальным качеством советую рендерить не ави секвенцию очень интересная вещь которая тоже всем настоятельно рекомендую обратить внимание это то что вы здесь можете в секвенторе задать время до того как ваша запись пойдет в ролик то есть что это значит что вот у меня выставлена сейчас одна минута того времени до того как ну как бы все проснуться кроме в фикса то есть это что дает это одну минуту нам дают того чтобы дым начал уйти потому что когда нажимаешь play дым он еще вот здесь он еще не развеялся вот вот этот дым поэтому одну минуту я когда задавал дым пошел искры пошли ты ждешь эту минуту ничего не происходит и после этого начинается секвенции каждый кадр он рендерится то есть в итоге я не помню как здесь переключиться на кадры ну там около тысячи кадров наверно вышло таких видео у меня было очень много ребят тоже не знаю силу не дуде показать вот ребят вот это видео которое я тренд верил с для импер ну то есть тут миллион всяких версий под разные соушил медиа то есть потому что я не сильно разбирался там чем разница между вимео и ютюбом 1920 1080 потом есть кастом в h200 как там 200 чем-то какой-то кодек другой до который только может открываться специальным кодеком в общем вот столько версии я отрендерил и каждый раз бывало того что я трачу на это там полчаса времени а потом я вижу что в этом в этом кадре мне не нравится допустим там я не знаю у меня было такое да и мне не понравилось как тень легла допустим от дрейдинге и когда я понял что она вот мне мешает она мне в глаза лезет этот тень вот прям знаете вот так она как раз и упала на глаз теперь не нравится приходится снова откатываться и благо что анриал достаточно классно рендере то есть вот такая секвенция рендерилась на 10 минут наверно тысячу кадров а потом просто тебе нужно в явно винчи собирал а потом я в да винчи все композил опять-таки ребят никогда до этого не делал но когда пытаешься от нуля довести проекте приходится чему-то быстренько учиться слава богу наше время материалов просто навалом то есть почти любой запрос он будет сопровождаться подробной лекцией на ютюбе спасибо всем этим людям а раз по поводу характеристик пока видимо какие какие у тебя и какая видеокарта будет оптимальной для работы с анриал у меня 1080 это не топчик это топчик как бы про прошлого поколения я не знаю у меня мне хватает то есть ребят я не думаю что это должно быть для кого-то большим преграды и есть конечно вы не можете самую базовую народным какую-то купить вопрос вы вылетал ли у меня анриал из-за перегрузка в видеопамяти до вылетал но не очень часто то есть наверное на это нужно делать скидку если у вас есть деньги то да возьмите хорошую технику да там и есть такой отличный вопрос как раз таки от дениса который я бы хотела задать вообще в самом конце да и интересная часть ребят тоже я сейчас вот максимально в максимально про говорю про одну работу естественно во время того как я над ней работал у меня мысли были там то есть я 10 процентов на это все отдавал то есть еще помимо этого всего есть и полноценная работа и много трудностей с самим переездом тоже если у вас есть желание вы можете мне задавать вопросы по этому поводу всегда кстати вот один из тех параметры то есть это я сделал наверное за полгода до финала то есть я в какой-то момент понял что мне не нравится губы то есть мне не нравится губы то есть они не достаточно этник да они не подчеркивать ее этничность некую бразильскую дикую а я заметила как раз менялся да нос кстати тоже чуть поменялся до этого более европейским взорнутый чуть-чуть и вот такой вот происходило просто просто постоянно сейчас я еще что-то и вспомнил какую-то одну вещь которую он не показал видеоролик делал так кстати касательно глаз глаза это просто супер важная тема каждой работе в этой работе мне кажется она достаточно неплохо а вот кстати если вы заметили заметили то блюд блюрится камера из-за того что это снимать и камера то есть у нее все параметры физически вот в этом год глазу в анриэловском я и делал тоже по документации здесь есть собственно сам глаз круглый глазное яблоко с текстурой я я ее просто подменил на свою по-моему чуть ли не руками нарисовал дальше есть документейшин вот дальше есть вот такая вот вот такой вот кусочек меша который будет использоваться ребят для вашего и и для эмбент экклюжен самого глаза это просто это просто офигенная вещь я просто до этого никогда такое не делал и я вам честно признаюсь что я работая над такими большими более-менее там на гирса вор 5 этому не уделяется много времени потому что все таки такой знаете большой продакшен как такая игра вот это все конвейер да там может быть не настолько уделяется внимание вот таким вот подробностям то есть может быть для компаний для основных персонажей это и делалось я просто не работал над компанией я работал над мультиплеером но там глазам глаза это просто глаза с текстуркой то есть никакой такой особого подхода к этому я не видел а в андреал документация там было много чего об этом рассказано вот вы можете тоже про это все почитать на сайте нрил и вот вот эта часть и бенда клюжен это просто супер то есть вы делаете вот такую вот такой вот наш ровно и да вот там где есть прорезь для глаз вот она вот здесь в ее даже слабо увидите куда он делать кстати ребят немножко inside да у меня было видео касательно этого кстати поза друга если заметить другую делом для чисто для шота внутри глаза есть вот этот мышь и у есть слизь если слезка в общем кусочек меш которые символизируют те лайн это правда то есть вот-вот посмотрите это это то что если этот ее убрать то есть вы увидите насколько магию на дают вот так этот ее шейдер выглядит внутри то есть это шейда который сделан эпиками это супер бар ну то есть там ничего такого сложного там просто квадрат ювишка один на один которым распределяется темнота по по формуле элементарной и вот вы видите насколько вот это все она может кардинально менять ощущение даже персонажа реалистично выглядит вы посмотрите то есть у них есть внутри настройки до для внутреннего слизнячка для вот это наружного уголка для верха для низа то есть можешь сделать более такой мрачный такой чуть-чуть вот тонны взгляда ну в общем тоже ребят посмотрите документацию просто супер это прозрачность а нет это не не общая прозрачность но контур то есть ты даже можешь за контур выйти то есть я можешь вот такого размера он может отсюда выйти то есть у него есть какой-то шейдер которые экстраполируют грани наверное вот это было по видео все ребят тоже по поводу волос быстро отвлекусь я когда пытался делать шейдер на основе на их просто hair shader не не том который они сделали для парагона просто hair shader я просто не смог разобраться для по flow здесь такая карта flow flow для волос я я просто перепробовал все все способы ее создать я киток скачивал flow генераторы пытался понять писал людям в реальном на station просто находишь работу которая вам нравится пишем в личку говоришь как логов сделать подскажи вот это что-то что у меня не получилось то есть когда большие вы знаете что такое форма да наверное это когда эта карта которая имитирует вот это они за тропик эффект это то как свет скользит внутри волоска потому что волосок он не совсем не каменный да он наверное тут просто меня вот вот свет попадая в волосок он проходит некую немножко по нему и потом вылетает соответственно вот такой вот происходит эффект они за тропик которые имитируют поведение человеческого волоса и лично я не смог добиться такого эффекта который мне нравился бы из плашки просто если ты неправильно настроил танжент волосах то плашки они будут очень по лицу то есть у тебя будет несколько вот так плашек стоит друг на друга и ты будешь отчетливо видеть плашки волос как они лежат а этого хочется по максимально избежать и хочется иметь вот как бы общую такую общую шапку волос то есть чтобы оно было целиком хотя это куча отдельных плейников и при этом я пытался тоже что и только не пытался я делал есть такие скрипты которые грабят норму то есть ты можешь заграбить норму объекта и передать этот норму на другой объект в общем насколько я понял по видеоролику uncharted которые они презентовали как они делали uncharted 4 ночью док они делали то есть они делают сферу вокруг головы получается на нормале сферы они торчат вот так во все стороны и потом эти нормали ты можешь склонировать и переписать на все твои плашки которые лежат под всякими разными углами и тогда все твои волосы они приобретут как бы шейдинг сферы интересный интересная методика я ее пытался сделать но мучился на полгода с волосами пришел к тому что их epic shader парагоне он это отрабатывать ребят не советую вам если вы не техникал артист взваливать на себя такую ношу как переписывать там танженты волос возьмите просто epic парагон шейдер и будьте счастливы ребята хочу спросить у вас кто кто еще с нами мы просто максимально задержались по таймингу не придерживаемся абсолютно забили на тайминг потому что мне очень интересно мне вообще эта тема интересная ждала этот стрим а вы отпишите пожалуйста особенно те кто находится в каком-то часовом поезде в другом не спите ждете слушаете как как в целом не устали ли что мы уже в эфире два с половиной часа с тенисом ребят меня время летит очень быстро да я понимаю что немножко раньше чем у всех но я думаю что мы как раз подходим к финалу к тому что я немножко не рассказал о том как я сделал пушку точнее новой текстуры для пушки как я делал для ствола разгоряченные с вот дуло да то есть это это немножко уже то что я тоже пытался и имитировал оружие high поле оружие было сделано внутри студии еще для игры то есть я сразу тоже во всех роликах пишу что это был сделан джордан мос он классный парень и он сделал high поле для пушки еще для игры но лопальку я делал новую под ангел 4 немножко добавлял там везде всего и текстуры соответственно тоже новые и здесь если брать на пушку здесь две две ювишки на одну пушку тут передняя часть и задняя часть то есть передняя часть до сюда и запись это две текстурки по 4k просто потому что могу на разные часовые пояса да реально можно будет все дослушать записи потому что очень много полезной информации мы пользуемся случаем и юзаем опыт дениса чтобы а еще по поводу глаз и тогда хотела рассказать немножко не было кстати вопросов еще подскажите куда идти учиться обычно такой вопрос задают и не говорила еще сегодня на стриме про тот классный курс на котором можно научиться если хочется если занимаетесь персонажами и хотите в этом развиваться есть курс на площадке заброшу комью от 3d проекты с его его новым который стартует 10 числа ровно через неделю это классный курс по вот как раз таки real time real time таким персонажем реалистичным очень крутой и там отдельная тема настройки класс и создание вынос кому интересно зайдите по ссылочке я еще отправлю в чат потому что этот курс много кто ждал и много кто просил и этот курс уже повторяется больше того можно посмотреть лекции прошлого в общем открытые посмотреть и понять для себя насколько вот интересно вообще программа очень крутая и можно создать бюст персонажа для синематика рассказывала сегодня про этот курс как раз таки про программу все всем советую ребят мая в целом курсы и наверное заброшь от частности видел там очень опытный лектор и а курсы мая ну это прям прям путевка и потому что я я знаю лично очень десяток точно людей которые выходцы из курсов майя которые сейчас невероятными профессионалы в индустрии спасибо тебя просто запущу просто запущу в общем это просто шот еще один который секвенсора я сделал тоже облет 4k ребят можете зайти на работу и посмотреть тоже все видео в 4k потому что он арт-сейшн про про не разрешает 4k видео просматривать но тоже если будет время обратить внимание на те моменты которые я может говорила есть есть очень много всего того чего я не упоминал там и и руки и вот там резину как я отдельно смотрел мне это был определенным подходкой резины из-за того что она гнется вот в этом месте тоже это все все идет в стори тейлинг это то что я очень люблю персонажи и и татуировка и пабло то что пабло написано на татуировке это ее возлюбленный я думаю что я показал многое может я может быть хочу еще показать ребятам кто еще не шел это другой другой уровень просто просто если кому-то интересно как как выглядит уровень в анриеле например вот в этот этот тут тоже очень много всего происходит очень клевый свет который может появляться то есть смотрите это свет который появляется исчезает имитирует пламя в эфиксы если кто-то не спросит как я делал в эфикс ну и как я просто брал готовую фиксы и модифицировал я не фэйвэй фикс мастер и в гудине я не умею делать пар и дым чисто бесплатные асты которые доступны и в анриел истории смотришь разбираешься тыкаешь все кнопочки смотришь как она влияет на то есть это меняешь размер меняешь количество плашек меняешь любой параметр и потом применяешь на своих работах очень много очень много материала бесплатно есть очень много платного но бесплатного тоже вполне он немного здесь очень хорошо тоже видно как я думал как эти трубы были сделаны на токарном станке то есть ты как бы об этом начинаешь задумываться во время текстурирования текстуринг 100 лет стоит по поводу секенсоры кстати тоже он будет может прикольно сейчас найду шот вот вы просто находите шот для конкретным для этого уровня переходите на камеру и как я вам как я вам говорил что вы просто наблюдаете как режиссер в этом шоке очень классно в том что можно поиграться с апича и моник меню фокус дистанции то есть особенно и ребят если вы любите фотографию да вот эти все фишечки по поводу насколько открыть объектив они могут тоже дать никого бонуса в презентации то есть я вам сейчас покажу отсюда как она выглядела просто запущу в общем это был такой шот который я тоже уже делал третьим числом потому что я хотел просто уже набрать некий некий контент не хотел только обойтись одним цветом 1 1 позой и вот здесь просто вам наглядно покажу как очень легко камера очень легко можно делать всякие прикольные штучки то есть все у вас под рукой все элементы управления всем то есть если вы посмотрите до вот и шанс обычно как 3d макси то есть она поднимается и потом наезжая также здесь просто немножко добавил камера шейк или нет или я удалил в общем и немножко игрался есть всякие скрипты которые могут добавить немножко того что камера будет трястись наверное даже в конце убрал может мне показалось что он недостаточно али и роли мою и вот фокус вот фокус это самое прикольное здесь вам нужно очень аккуратно делать так чтобы фокус камеры было всегда на персонажа то есть вам нужно двигать вот давайте посмотрим вот сейчас фокус на на чем даже не знаю на этом наверно здесь где-то вот видите то есть очень очень круто и понятно все можно контролировать и в дальнейшем то есть когда идет наезд биофокус нужно срочно перенастраивать и здесь я специально сделал такую ложбинку для того чтобы как бы сымитировать просто работу автофокуса что есть некая секунда когда автофокус не успел на не на ее лицо на фокус за фокусится раз ложбинка проходит дальше она уже сфокусирована на ее лице вот так да ребят наверное я подхожу концу того материала который хотел рассказать и если у вас есть желание и силы я готов тут еще быть сколько вам захочется и отвечать на все вопросы с подковыркой без час до пройдусь пока посмотрю не пропустили ли мы какой-то важный вопрос если какой-то вдруг пропустили ребята которые с нами еще можете дублировать писать да давай тогда интересно все же как-то отвлекаешься от работы и что делаешь для того чтобы вернуть вдохновение продолжить работать дальше это вопрос от дениса был интерес да 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 в общем ну здесь здесь наверное здесь и по-другому отвлекаясь чем я отвлекался в украине в украине было много очень методов отвлечения а здесь их не так уж много особенно сейчас но в основном не отвлекаюсь тем что я играю футбол я любил это еще давних времен и в плавиуме у нас было отлично команда и здесь как бы родина футбола я всегда думал что думал что здесь его очень много но не так уж и много поэтому мне понадобилось какое-то время чтобы найти себе команду по футболу поэтому наверно футбол может тренажерный зал и семья и и работа вот такие вот мои увлечения очень много времени ты проводишь в день за компьютером ну да много много но не сказать не сказать что я провожу за ним больше времени чем не нужно по работе то есть я в по работе занимаюсь примерно столько сколько мне нужно там порядка восьми часов остальное время по желанию и вот во время того как я на ней работал я очень много оставался сейчас я остаюсь в основном поиграть и в playstation наверное больше я как-то просто чуть-чуть дал себе передохнуть немножко но это все затишье перед бурей а часто тебя посещает такие мысли что вот ну ты перегорел или тебе вот очень сложно как на тема стрима как когда тянуть и перегореть насколько вообще эта тема часто бывает в твоем рабочем процессе я думаю что то думаю что может быть часто но когда это ваш отдельный проект вы можете его запаузить на сколько угодно единственное чем больше ты его запаузил тем сложнее его к нему вернуться у меня был период по моему когда я около четырех месяцев не прикатался то есть это был уже достаточно продвинутый этап то есть это был период наверное как раз перед анимацией когда я слишком много над ней работал и как раз начиналось лето и было много возможностей там попутешествовать по англии и я этим занимался практически каждые выходные и не притрагивался и потом уже в сентябре у меня было очень много энергии и как раз мы закончили гирса вар 5 с командой то есть сейчас я уже не на этом проекте я уже пришел на новый проект и тогда мы заканчивали свой контракт за колышка вишен и после я полтора года на гирса вор нет больше даже около двух проработал и у себя параллельно было с эмбир получается гирс да потому что вот эти вот два две новые работы которые сегодня у тебя да 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 или эти работы это я сделал дому год назад может вот так то есть они идут абсолютно в рассинхроне да абсолютно никак там ты тоже получаешь свое удовольствие то есть ты переключился на этого персонажа немножко остыл к этому потом снова переключился то что а по поводу проекта да это что когда бывает когда с проекта на проект переходишь у тебя есть некое окно возможности так сказать потому что новый проект еще не устоявшийся и pipeline еще слегка тоже вот то есть есть некие окна возможности того когда ты можешь продохнуть или даже там поискать какую-то информацию во время работы потому что ты допустим у тебя задача исследовать pipeline персонажа для нового проекта на unreal 4 это собственно идеально подходит к тому что ты делаешь сейчас и там я мог я мог тоже немножко вы и этого подсмотреть во время работы да потом после после работы я переключался за свой компьютер мне просто два компьютера рядом и начинал работать там потому что все-таки это unreal проект я не знаю как его сделать синхронно чтобы работать на двух компьютерах наверное это возможно мне приходилось всегда потому что сцена все-таки большая файлов много иерархии все дела ну конечно работа над большим проектом на анриеле он тебя тоже учит быть таким знаете терпеливым и очень учит вот этой всей структуре то есть потому что когда ты один ты там можешь все что угодно на структурировать себе а когда работают большой студии от тебя требуется кода порядка правильные нейминги правильные понимание то как как хранить все исходники и так дальше да есть и тут еще пару вопросов а ну еще хотят вернуться немного к про переезд вопросу можно ли работать на фрилансе на основе допустим если смысл переезжать в карантину в том случае тоже было до карантина поэтому как бы обстоятельства так сложились да я перешел конечно до карантина 2017 году переехать в карантин можно я вам точно говорю то есть есть некие может быть сложности в тем что ты переедешь но и дальше что ты будешь сидеть дома то есть ты не так сильно вольешься в команду как при переезде ты будешь сидеть дома и немножко страдать потому что все новое все подходы другие документация другая ты никого не знаешь и думаю если бы я сидел еще в это время дома это это действительно могло быть сложно вообще переезд сложная тема ребят я вам сразу говорю что есть очень много таких вещей которых ты никогда не задумываешься до переезда и это такое такое дело знаете как как прыгнуть в холодную реку вначале очень будешь жалеть наверно об этом возможно но не у всех это ну вот у меня было так так как холодную воде немножко поплюхаться и потом привыкнуть и потом думаю что ничего так в принципе в бондоне у нас эти лиги нету есть премьер лига слышу планируешь стримы на своем канале делать мне просто нету канала а так бы да не на самом деле не канала нету и наверное плана в ближайшее время нету создать канал для стриминга но большую активность в социальных сетях наверное есть в планах плане может быть инстаграма 3d и только и так что я всех приглашаю подписаться и да и будем следить и давать фидбэки друг другу потому что подписался на вот эти ребята которые остались нами и попросила ну раз мы уже подходим к самому концу и новых вопросов нет просто для того чтобы в будущем мы могли при планировании вот таких стримов и ивентов понимать какого рода информацию готовить новички продвинутые кого больше я попросила заполнить анкету это такая информация чтобы вы смогли оставить отзывы и мы потом передадим спикером которые у нас выступали я его отправлю в чат и буду рада если бы сделать себя ребят кто досидел кто дослушал мне очень приятно читать ваши вопросы и читать и смотреть за вашей активности вообще приятно то что вы пришли на подобное мероприятие еще раз всех с праздником точнее уже сегодня четвертая у вас еще 3 у нас еще тоже 3 минут двенадцатого это но то я про россию да 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 очень был рад возможности поучаствовать в подобном мероприятии и надеюсь может быть в следующем году может еще через год поучаствовать каком-то более живом формате мы бы тоже были очень рады это мы тебе благодарны потому что этот стрим был очень классный это работа такая серьезная кропотливая и даже вот но это видно по партстейшн видно по портфелю что она сложная но вот теперь после того как мы рассмотрели спасибо что это показал как много реально проделанной работы насколько ты подошел ответственно и творческий вот вообще-то и режиссером был и вот эти вот нюансы я я внимательно рассматривала и много раз и вот и даже сегодня перед стримом но я обратила внимание например на эти детали ребят поделитесь у вас скорее всего было же такое то есть насколько внимательно но ты сегодня открыл вообще с новой стороны вот эти вот моменты там с броней из с пушкой это очень классно и хочется пойти домой установите группа играть за эмбер просто потому что я прониклась ей да ребят я половины не рассказал то есть сейчас вспоминаю этому и ткань не рассказал и какие-то ну в общем очень много чего можно но это можно бесконечно говорить опять-таки всегда открыт к общению легко меня можно найти в инстаграме в в арт-стейшне и пишите в личку я в принципе сейчас вообще ничем особо не занят не занят кроме работы и и до крытые работы и спасибо все кто были с нами знаю что еще ребята пересмотрит этот стрим и благодарны за то что все раскрыт так что спасибо класс тогда будем завершать всем хорошего вечера еще раз праздником хочется много говорить слова благодарности на моих уже бы так сказать все так что пока хорошую ночь до доброй ночи пока я не знаю